Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Пикакс симулятор. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете уходить с него. Далее, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Далее в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. И есть два скрипта. Сегодня в ролике буду показывать второй подсчет. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Потом мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки. Обязательно включаем функцию FixKickHero, чтобы вас не кикало с игры, потому что если вас кикнет, то, к сожалению, в следующий раз вы в игру сможете зайти только через час. И я буду использовать коронейл. В принципе, можете использовать любой DLL, который хотите. Также напомню то, что коронейл используется с ключ-системой. Далее. Что нам нужно сделать? Нажимаем Inject. Ждем, пока заинжектимся. Также, кстати, иногда с первого раза может не произойти Inject. Просто тогда еще раз нажимаете Inject. И со второго раза всегда получается. Ждем немножко. Так, а почему-то не появляется, странно. Со второго раза всегда работало. Так, еще раз нажимаем. Ждем. Что-то не выходит. Окей, смотрите, если у вас случилась такая же проблема, как у меня, не хочет Inject и сочит, смотрите, что в этом случае нужно делать. Нажимаем на клавиатуре Ctrl, Alt и DLL. Потом заходим в диспетчер задач. Далее листаем вниз и находим здесь Roblox. Именно который внизу. Который вверху, мы его не трогаем. Именно который вот здесь вот ниже. Мы его выбираем и нажимаем кнопочку снять задачу. Все. Теперь у нас должен произойти Inject. Нажимаем Inject и смотрим. Да, как видите, получилось. Отлично. Теперь нажимаем на кнопочку Exclude и вот появляется скрипт. Далее включаем самую первую функцию, это AutoFarm и смотрим, что происходит. Как видите, AutoFarm начался и все прекрасно работает. Также есть автоклики, AutoCollect Drops. То есть получается орбы, которые падают с вот этих ресталлов, мы их автоматически собираем. Ну, у меня пишет то, что инвентарь заполнен. Так бы мне еще кирки в инвентарь добавлялись. Но, к сожалению, они не добавляются, потому что места нету свободного. Так, давайте эти функции отключим. В принципе, мы посмотрели, как они работают. Дальше есть функция AutoCollect Reward. Давайте посмотрим, работает она или нет. Включаем. И, как видите, эта функция тоже работает. Четко. Дальше автопокупка Gates. Не знаю, что это точно такое. Сейчас попробую найти. Может быть, это яйца так называется. Что-то непонятно. Ну, давайте попробуем включить, посмотрим, что произойдет. У меня потратились кристаллы. Они тратятся. Только вот на что именно, пока что не понимаю. Скорее всего, прокачиваются кирки. Давайте еще раз включим. Ну, кирки вроде бы не улучшились. А на что тогда они потратились? Короче, ладно. В принципе, не суть. Самое главное то, что эта функция работает. Потому что я в этот режим играю первый раз. Я не знаю, что такое Gates. Может быть, прокачка какая-то, дополнительный персонаж или еще что-то. Ну, короче, я думаю, разберетесь. Кто часто играет, я думаю, вы поймете, про что. Эта функция. Дальше автооткрытие яйца. Так, здесь получается, ставим Basic. Сколько она стоит? А, у меня хватает. И попробуем открывать. Так, заходим в GuiPet. И включаем функцию. Да, как видите, монеты тратятся. И питомцы мне тоже выпадают. Все четко. И довольно, кстати, быстро яйца открываются. Это очень хорошо. Все, выключаем эту функцию. Дальше ТП у нас есть. Получается, мы можем телепортироваться на любую локацию. Но, как я понимаю, на этом мы локации не сможем фармиться. Да. Короче, нужно, чтобы у вас обязательно была куплена эта локация. То есть, если у вас локация не куплена, то, к сожалению, вы не сможете здесь прокачиваться. И Music. Это, получается, скорость. Ну, допустим, напишем 50. И, как видите, я стал быстрее. Давайте SOS сделаем. И я стал еще быстрее бежать. Также Infinity Jump. Как видите, тоже работает. И есть еще какая-то функция Deleted Invisible Walls. Это, короче, функция что-то удаляет, но что именно, я точно не помню. Ну, ладно. В принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому понравилось, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню то, что ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был AceBan. Всем удачи и пока.